Так-так-так, пу-пу-пу, лето на массу, надо бы велик прикупить, велосипед, чтобы кататься. Посмотрим, что выйдет в поиск. Триатлон, марафон, кросс-кантри, даун-кантри, трейл, триал, верт, дёрт. Пожалуй, пешком погуляю. Стопэ. Если вы уже запланировали провести сезон на колёсах, хотели выбрать велик, но разнообразие, дисциплин катания и, соответственно, разных типов велосипедов вас напугало, то посмотрите это видео целиком, оно распугает вас обратно. Наверное. Да, велосипедных стилей и соответствующих велосипедов десятки, и в последовательности действий при выборе в первую очередь нужно понять, какой тип велосипеда вам подойдёт. Например, какой бы роскошный байк для триатлона вы не выбрали, при катании по парку с семьёй в выходные это будет хреновый вариант. Понимаете, о чём я? Если да, смотрите дальше, а если нет, то тем более смотрите до конца. Поэтому сегодня мы сделаем следующее. Покажем в первом приближении основные велосипедные дисциплины и велосипеды для них. И если в какой-то момент вы сделаете так... Хочу кататься так же. ...то как минимум поймёте, как должен выглядеть и называться велосипед под ваши катания. А это уже сильно упростит поиск. Пойдём по уменьшению экстремальностей, так что рано или поздно всё равно доберёмся до того, что вы хотите, чтобы это ни было. Но начнём с наших любимых экстремальных дисциплин. Важное уточнение. Велосипедный мир настолько гигантский, что внутри него есть свои миры. Ну, как в Аватаре. Лесные, нави, водные. Вы поняли. Так же и тут. Условно, всю веловселенную можно поделить на три части. BMX-велосипеды, горные велосипеды, дорожные велосипеды. Сегодня поговорим про горные. Причём горы в буквальном смысле вообще необязательные условия. Речь пойдёт про велики, предназначенные для катания вне дорог, но по дорогам некоторые из них тоже умеют ездить и даже весьма неплохо. Так что, если в вашем воображении катание предполагает не только гладкий асфальт, это видео для вас. Ну что, чай заварили, ковришки приготовили. Нас стало время узнать, насколько глубока велосипеднокроличья нора. Если видишь в лесу велосипедистов, в песке с лопатами, которые прыгают с кочек, падают, матерятся, жрут сосиски и вообще всячески выпендриваются, это дёрт. Это цитатка из древнющей, самой ироничной зарисовки про стиле катания. Будем с таких цитаток начинать каждую главу, тем более, что они по-своему метки. Суть дёртого катания в том, чтобы прыгнуть в трамплин, сделать в воздухе трюков побольше и посложнее и радоваться, что живой. Базовое удовольствие здесь от ощущения полёта, ведь висеть в воздухе это классно. Также удовольствие доставляет, когда прыгаешь серию трамплинов, чётко попадаешь в приземление и наслаждаешься сложнокоординационными действиями, когда они получаются. А если решился на новый для себя трюк, не травмировался при падении и тем более, если выкатил его, удовольствие помножается на 10, а эйфория может длиться днями и неделями. Как видите, мы сами любим то, о чём говорим. Теперь к велосипедам. Пока мы будем рассказывать об особенностях великов, на экране будут фотографии конкретных моделей и их названия. Всё это актуальные байки, которые можно купить и использовать по назначению. Итак, инструмент для дёртового катания так и называется. Велосипед для дёрта. Или дёртовый МТБ, или дёртовый байк. На сайтах магазинов обычно можно выбрать эту категорию в фильтрах. А в физическом магазине можно попросить консультанта показать, что есть для дёрта, и если это толковый консультант, он поймёт и покажет. Дёртовый велик же. Это алюминиевая низкая рама, чтобы не мешала прыгать. С короткими перьями, чтобы было легче делать трюки с вращениями и тоже прыгать. Колёса диаметром 26 дюймов, покрышки слик или полуслик, то есть не особо зубастые, накат тут важнее, чем сцепление. Тормоз задний, хотя в стоке в магазине, как правило, стоят оба, но передний чисто номинальный. Для катания его обычно снимают. Вилка амортизационная, ходом 100 мм, в редких случаях от 80 до 120. Притом крепление переднего колеса под ось 20 или 15 мм в диаметре. Такие вилки сильно увеличивают цену велосипеда. Полноценный новый дёртовый байк в магазине начинается от 70 тысяч рублей. И то, если вам повезёт найти что-то скидочное лохматого года. Но есть модели, где на вилке производитель экономит. Вилка обычно самая дешёвая, под эксцентрик, долго такая не проживёт, но вы уже сможете хоть как-то кататься и параллельно копить на новую. А ещё на дёртовых байках можно запросто качать памп-треки, летать и качать в скейт-парках и даже делать то, чему посвящён следующий раздел. Когда видишь на улице рваных, матерящихся велосипедистов, катающих на странных великах, иногда падающих на ровном месте, это стрит. Стрит — это трюковое уличное катание, где в качестве фигур используют элементы городской архитектуры. Пандусы, перила, подкаты, бордюры, парапеты — в общем, всё, на что хватает фантазии. Само катание включает в себя прыжки, вращение, скольжение и бесчисленные комбинации всего этого. Считается, что стрит как дисциплина, и дёрт, кстати, тоже, зародился в 80-х годах в США и, конечно, был прерогативой BMX-райдеров. Есть присказка, что некоторые стритеры не используют шлем, думая, что у них в голове и так пенопласт. К чему это приводит, мы рассказывали в отдельном видео про шлем. Так вот, про BMX мы сегодня не будем говорить, потому что есть большое подробное видео, которое мы снимали для канала Hellride, когда он ещё был BMX-овым. Сейчас оно зачем-то с доступом по ссылке и через поиск его не найти, но ссылка-то у нас есть, оставим в описании. Там про историю, Калифорнию 70-х, засуху в Беверли-Хиллз, которая привела, кстати, к появлению олимпийской дисциплины, между прочим, очень советуем для общего развития. Но вернёмся к нашим баранам. Хоть стрит — это прежде всего про BMX, никто не запрещает катать его и на большом велике. Да, как правило, получается менее вариативно, как минимум нет пек для скольжений и вращений поменьше, но... Тем не менее, вот вам стрит на МТБ от Мэтта Макдафа. Тут и гэпы жирные, и вращения есть. Вот вам трёха на двух пролётке, например. Какова? Технозамуты в наличии. А как вам такой барчик через перилу с трёхметровой высоты? Конечно, я сильно сомневаюсь, что обычный человек со здоровой психикой при просмотре этой дичи скажет... Вот этим-то я и займусь. Люблю, знаете ли, ощущения свежесодорной кожи и переломов. Но всё же по условиям видео, какие-то велики в качестве примера мы привезти должны. А ассортимент стритовых великов на рынке просто огромный. Был лет 15 назад. А сейчас, что сама дисциплина полумёртвая, что рынок велосипедов полумёртвый. И если вы нашли в описании заветное слово «стрит», значит, вам повезло найти единорога. Поэтому примеры стритовых великов нам подсказал Антон Степанов, который куда больше в этом варится. Внешне стритовый байк похож на дёртовый, но... Рама обычно хромолевая, а не алюминиевая. Угол рулевой немного тупее. Передний и задний треугольники короче. Каретка может быть выше. Руль тоже выше. А вилка имеет право быть жёсткой. Колёса 26 или 24 дюйма. А ещё кареточный узел может быть не под резьбу, а под спенниш и лимит-каретку. И дропауты не под МТБшную втулку 135 на 10, а под БМХ стандарт 110 на 14 миллиметров. И если вас напугали эти непонятные слова, то пугаться не надо, ведь мы приводим конкретные примеры байков, на которые можно ориентироваться. Хотя, если водотошка, покурить матчасть тоже лишним не будет. Как минимум, статью про каретки мы писали, когда я работал в Хэле. Ссылочку оставим в описании. При этом на самом деле, в какой-то мере, стрит можно катать и на дёртовых байках, или чём-то среднем. Вот у Макдафа, например, вилка мягкая, колёса 26-е, но рама The Rise хромолевая, короткая. То есть на таком можно и стрит, и дёрт, и парк катать. Ну, всё, что Мэтт Макдаф захочет, то и можно. Ещё стритодёртовые рамы есть у Experimental Bikes, у Mutant Bike есть промодельные рамы Пети Андреева, причём как по 26-е, так и по 24-е колёса, а у NS есть вполне себе стритовая рама Capital. В общем, дисциплина специфическая, каноничный стритовый МТБ редкость, но базовые вещи вроде прыжков, балансов, простых вращений никто не запрещает делать и на дёртовом байке. Да что уж там на любом никто не запрещает. С уличным катанием мы на этом не закончили, но пока перейдём к ещё более специфической дисциплине. Если видишь кучу деревянных подонов, рядом с которыми тусуются парни в коротких шортиках, корзинках и защите голени на одну ногу, при этом некоторые по полчаса прыгают на заднем колесе, это триал. Дисциплина родом из Испании конца 70-х, как и в случае с BMX-рейсом, всё начиналось с мотоциклов, детишки начали пробовать то же самое на великах, а со временем дисциплина выросла и стала самодостаточной. Суть катания в преодолении естественных или искусственных препятствий на велосипеде, не касаясь земли, ногами и руками. А на соревнованиях всё это нужно делать ещё и на время. При этом триал — занятие для упорных людей, которые не боятся кропотливой, монотонной работы. Ведь триальные элементы — это маленькая скорость, баланс и бесчисленное количество попыток. Начальный этап настолько нудный и долгий, что многие забрасывают ещё до того, как что-то начинает получаться. Чемпион России по триалу Михаил Суханов рассказывал, что ту же пробивку на заднем колесе можно тренировать от нескольких недель до месяцев. Но зато самые упорные, кто не сдался и далеко прошёл по этому пути, в награду получают великолепные навыки, которые можно использовать и в других дисциплинах. Но об этом чуть позже. Велосипед для триала — так и называется велосипед для триала. Ну, есть, правда, сток на 26-х колёсах, мод на 20-х колёсах. В последние годы набрал популярность, да и, по сути, стал уже классикой вариант на 24-х колёсах, который никак по-особенному не называется. Просто триальный велик на 24-х колёсах. Велосипед для триала — это самая низкая рама в истории человечества, зачастую алюминиевая и без седла, самый длинный вынос, какой только можно себе представить, жёсткая вилка, одна передача, при том очень лёгкая, и механизм фривила расположен на шатунах, а не в задней втулке, два тормоза, могут быть ободными, а могут быть и дисковыми, покрышки довольно зубастые и визитная карточка, лёгкие отпада с характерными вырезами. Увы, триал — не особо популярный нынче стиль катания и, как следствие, ассортимент небогатый, но в следующей дисциплине всё немного интереснее. Когда видишь парня в котелке на жёлтом велике, который делает сальтухи с бордюра, ездит по стенам и прыгает с трёх метров на плоскач, это Дэнни Макаскилл, ой, в смысле, стрит-триал. Как вы догадались из названия, производная стрита и триала. От стрита взято больше скорости и трюков, от триала больше прыжков на одном колесе и баланса. А кто назовёт главного амбассадора мирового стрит-триала? Правильно, Джефф Леноски. Игорян, опять ты со своими стариками? Может, хватит уже? Ладно, 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 Дэнни Макаскилл. Если вы ни разу не видели Эдитов Дэнни, то у вас либо нет интернета, либо нет сердца. Потому что это самое милое, техничное, красивое и ещё раз милое, что вообще есть в сегменте экстремального контента. Просто посмотрите, какой он милаха, какие красивые кадры, какое техничное катание и, вместе с тем, достаточно жёсткое. Но мы тут не оды, да и не петь собрались, так что перейдём к великам. С этой частью нам помог Михаил Суханов, которого вместе с Доричуком я бы назвал российской версией Макаскила. Так вот, велики. Стрит-триальный велосипед похож на триальный, но есть существенные отличия. Рама повыше и покороче, может быть карбоновой, вилка более мясная и крепкая, колёса 24-е на двойных, более крепких ободах, покрышки не такие зубастые, а более слегковые, тормоза только дисковые, механизм свободного хода уже во втулке, а не в системе, передача чуть тяжелее, ну и есть седло. Кстати, всю эту дичь в катании стрит-триалисты приноровились делать и на эндуро-двух подвесах, но не потому что это удобно, а потому что могут. Если вы включили это видео, чтобы узнать, на чём удобнее ездить на работу или кататься по парку в выходные, и пока мрачно офигеваете от всего увиденного, то поофигевайте ещё немножко, потому что с экстремальными дисциплинами мы не закончили, но и до ваших потребностей доберёмся. Когда ты ничего не видишь, а что-то всё-таки пронеслось с мутюками с горки, это даунхилл. Соревновательная дисциплина, суть которой съехать по спусковой трассе как можно быстрее. Трассы для даунхила строят в горах, перепад высоты несколько сотен метров, время прохождения трассы от 3 до 6 минут. Даунхильная трасса чуть менее чем полностью состоит из боли и страданий. В смысле камней, корней, тормозных ям, съезжалок, поворотов и трамплинов. Мы в последних роликах так многому солили тему даунхила, что на этом кратком определении можно бы и закончить. Велосипед для даунхила так и называется. Велосипед для даунхила. И в каталогах интернет-магазинов его ни с чем не спутаешь. Если у велосипеда передняя и задняя подвеска ходом 200 мм, значит он для даунхила, потому что с такой гигантской подвеской и других типов велосипедов просто не существует. Колеса диаметром 27 или 29 дюймов. Бывают также маляты, когда сзади 27, а спереди 29. Резина очень зубастая, тормоза мощнейшие, угол вилки завален, чтобы она лучше работала на спуске. В общем, я бы рассмотрел такой велик исключительно как спортивный снаряд. Подвеска жрет педалирование, седло высоко не поднять, диапазон скоростей узкий и весят даунхильный велик больше, чем все остальные типы велосипедов. Далеко на таком не уедешь. Целевое применение — забраться на подъемнике на гору и лупить вниз. Ну, то есть понятно, что перемещаться из пункта А в пункт Б на нем можно, но максимально неэффективно и трудозатратно. Так что, если вы грезите спусковым катанием, но все же хотите, чтобы велик и как транспорт был неплох, следующие главы для вас. Если видишь даунхильщика, который после спуска спешит не на подъемник, а крутит в горку сам, это эндуро. Тоже соревновательная дисциплина очень похожа на даунхил, но есть один нюанс. В даунхилле одна гонка — это одна трасса, а в эндуро одна гонка — это несколько спусковых трасс, между которыми приходится закручивать в горку самому. Время замеряется только на спуске, но в гору пахать все равно придется, ведь на перегоны дается ограниченное время. В даунхилле трассы обычно известны заранее, и на них больше рукотворных элементов. А в эндуро трассы более естественные и прокладывают их незадолго до гонки, так что приходится ехать более осторожно. В общем, даунхилл больше про взрыв на одной изученной трассе, а эндуро — про стабильность и выносливость на нескольких новых трассах. Велосипед для эндуро так и называется, сокращенно можно назвать эндуриком. С этого момента и далее в качестве примеров мы будем приводить преимущественно велосипеды магазина ProBike, которые поддерживают наши выпуски и за что им респект. Тем более, что весной у них будет большая поставка джайантов, но суть того, ради чего мы здесь собрались, будет передана, не переживайте. Так вот, эндурики. Подвеска передняя и задняя. Внешне похож на дунхилльный, но ход подвески от 160 до 180 мм. Сзади большая кассета, чтобы закручивать в гору. Есть телескопический подседельный штырь, чтобы закручивать в гору. Очень, кстати, удобная штука, если не согласны, скорее всего, вы просто его не пробовали. В общем, вниз эндурик едет не намного хуже дунхильных байков, но зато на нем можно крутить долго, далеко, высоко и комфортно. Лично я, когда участвовал в эндурогонке в Чулково, на чугунном фрирайдном двухподвесе от Мериды с короткой подсиделкой и маленькой кассетой выплевывал легкие после каждого подъема. На нормальном эндурике было бы сильно проще. Так что, если спусковое катание захватило ваше сердечко, но перемещаться вы планируете не только на подъемнике, и, кстати, последние четыре года я катаюсь уже на полноценных эндуриках, в том числе в горных байкпарках, в том числе по черным дунхильным трассам, и проблем с этим не испытываю, зато могу докрутить куда хочу. Классный тип велосипедов, но пойдем дальше. Трейл. Тут уж без цитатки, потому что это почти то же самое, что эндуро. Нужно только убрать из уравнения секундомер, сделать ход подвески поменьше, возможно, трассы выбрать попроще, но это не обязательно. В общем, пойдем по порядку. Был ли придуман этот термин маркетологами или позаимствован у пешего туризма, точно вряд ли кто-то скажет, зато практически точно можно сказать, что если вы закрутили вверх по горным тропам, на гигантскую горищу, а потом бодро едете вниз по другим тропам с камушками, с ежалкой и с ипухой, это трейл. То есть механически похож на эндуро, но с другой идеологией. А огромная гора тут, кстати, тоже не обязательно. Катаетесь в том же ключе по домашним холмикам и лесам, никто не запретит называть трейлом и такое. Велосипед для трейла, он же трейловый байк, это двухподвес с ходом обычно 140-150 миллиметров, колеса, как правило, 29, но бывают и 27, имеют право быть легче эндуриков и иметь меньший запас прочности, но это на бумаге. А на деле современные трейловые велосипеды очень способные. Будем честны, зачастую способнее своих владельцев. Они достойно едут вверх за счет низкого веса, небольшого хода подвески, большой кассеты и телескопического штыря. Они шикарно едут вниз за счет заваленной геометрии, зубастой резины, годных тормозов и качества работы подвески. Они хорошо прыгают, опять же, за счет геометрии и все еще вполне достаточного запаса прочности. Например, я как-то ездил на трейловом велике с ходом 150 спереди, 140 сзади в крупный французский байк-парк Порт-де-Солей, где с комфортом проезжал 95% трасс, что там были, в том числе черные трассы с приличными прыжками и уклоном. При этом и на московских спотах трамплины прыгал с какими-то трючками. Существуют также трейловые хардтейлы, которые, естественно, подешевле. То есть велосипеды с жестким задним треугольником, вилку таких обычно ходом от 120 до 150 мм, рама достаточно длинная в сравнении с другими типами хардтейлов, по трансмиссии, тормозам, дроперу все то же самое, что и у двухподвесов. Дубасить на таких великах в горах, конечно, сложнее, но тоже можно. Заодно прокачаете технику, физуху и бесстрашие. В общем, если хотите разностороннее гравити-катание, но при этом отличные ходовые характеристики возможно трейловый велик ваш бро. На нем можно даже на работу ездить или по парку с семьей выходные кататься, хотя сделан, конечно, для другого. А следующий тип велосипедов возможно самый популярный и универсальный, и может быть ради него вы и включили это видео. Когда видишь парней в обтягивающей одежде, едущих по даунхильной трассе вверх, это кросс-кантри. Вообще-то у контрильщиков и свои трассы есть, но я помню, как в 15-м году на грязевой гонке в Орехово подъем проложили по трассе для байкер-кросса и уничтожили ее колеями. Этакое черное пятно в истории Федерации велоспорта России, но вернемся в 23-й год. Хотя, тоже такое себе. В общем, кросс-кантри это соревновательный олимпийский вид спорта. В гонке спортсмены едут за кольцованную трассу по пересеченной местности, где есть и тяжелые подъемы, и техничные съезжалки. То есть, как правило, гонка наполовину состоит из веселых спусков, а на другую половину из страданий и мучений. Хотя есть еще марафоны, где страданий меньше, а красивых видов больше и много всего другого, но сферический контричек в вакууме должен быть и достаточно сильным, и выносливым, и в определенной мере техничным. Конечно, по сравнению с экстремальными дисциплинами физухи здесь нужно больше, чем техники, но все же. А кросс-кантри у нас было видео настолько гигантское, что здесь углубляться не будем, но скажем одну интересную вещь, которая может вас заинтересовать. Велосипед для кросс-кантри это не только спортивный снаряд, но и отличный инструмент для перемещения из пункта А в пункт Б. Сначала расскажем про велики, а потом о том, что они могут. Да, оборотный велосипед для кросс-кантри обычно называют контринником. В фильтрах интернет-магазинов почти всегда есть галочка «кросс-кантри». Сам велосипед может быть с жесткой рамой и мягкой вилкой, а если вы из богатой семьи, то можно выбрать и двухподвесок. Ход подвески обычно 100 мм, хотя бывает и до 120. Колеса на осевых креплениях диаметром 29 дюймов, реже 27. Покрышки средней зубастости, но если вы технично или катаетесь преимущественно по сухому грунту и по городу, то можно поставить и полуслики типа вот таких. Тормоза, дисковая, гидравлика. Спереди одна звезда, а сзади кассета с большим диапазоном. Так вот, средний и выше среднего контринник отлично едет по пересеченке, ведь для этого он по сути сделан. За счет накатистых покрышек веса и геометрии хорошо и быстро едет по асфальту, если седло пониже, на контриннике спокойно можно прыгать, качать памптреки и даже ездить спусковые трассы в горах. Причем контринники активно развиваются и чем современнее будет велик, тем увереннее вы сможете ехать на нем вниз. Есть еще велосипеды для даун-кантри, это нечто среднее между классическим контринником и трейловым байком. Скажем, ход подвески там может доходить до 130 мм. Вот, например, скотт-спарк для кросс-кантри, а вот спарк для даун-кантри. А если не видно разницы, зачем платить больше? Ладно, в случае со спарками все равно придется заплатить чемодан денег. Но они крутые. То есть, если вы хотите велик, чтобы перемещаться на нем в пространстве, делать это по дорогам, тропинкам и даже там, где сам черт ногу сломит, при этом с потенциалом на повеселиться, добротный контринник ваш бро. Конечно, на сайтах магазинов в категории кросс-кантри будут и бюджетные велики, где колеса на эксцентриках, вилки работают как попало, спереди вместо одной звезды тройник, но это все еще универсальные велосипеды, которые можно брать и для поездок на работу, и для прогулок с семьей по парку, да что уж там, на любительские гонки по кросс-кантри никто не помешает вам на таком заявиться. Только убедитесь, что все исправно работает. Маленький личный опыт из 2013-го. Мой товарищ и омэн-думазель, которые не увлекаются великами, хотели себе купить первый велосипед, чтобы кататься преимущественно по дорогам, но с опцией съезда куда-то в лесок. Я посоветовал им Hara Flatline. Это супер бюджетный контринничек на ободных тормозах с вилкой, с гофрами, в общем, такой себе. Но он радовал их несколько лет. Потом мы сняли даже на нем видео про покорение бордюров. Прости, господи. Сейчас он радует моего другого товарища. До сих пор жив, уже 10 лет прошло. И фишка в том, что хотя задача была ездить по асфальту, контринничек за счет широких покрышек, мягкой вилки и более комфортной геометрии более стабильный для новичкового катания, чем, например, сугубо дорожные велики типа шоссейных. Но это уже совсем другая история. Как-нибудь в другой раз обсудим. Стоил флотлайн тогда 13 тысяч рублей, но с тех пор цены выросли более чем в два раза, к сожалению. И если после всего услышанного и увиденного вам показалось, что, по нашему мнению, свет клином сошелся на катриниках, то вам просто показалось. Есть еще огромный, прекрасный, глубокий мир дорожных великов, некоторые из которых, кстати, тоже умеют ездить по пересеченке, и этот мир заслуживает отдельного видоса. Тем более, мы в этом недостаточно компетентны. Но вас, товарищ зритель, мы в беде не бросим и в описании оставим ссылку на видео другого автора о дорожных великах. Если видос понравился, если показался полезным, если хотите больше контента от нас или поддержать нашу работу, можете подписаться на нашу платформу на Boosty. Это не просто какая-то донатная штука, куда кинуть деньги и ничего не происходит. Мы туда публикуем кучу дополнительного контента, подкасты с интересными гостями, материалы в более раннем доступе, режиссерские версии, новостные выпуски, в общем, кучу всякого разного интересного. Фоточки с копанием и катанием скоро будут, потому что уже сезон начинается. Так что заходите нашу работу поддержать, больше интересного посмотреть. На Boosty подписывайтесь, стоит ни хрена. Контент класс, супер. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. А еще, если велик вы уже купили и думаете, что с ним такого интересного поделать, у нас есть куча обучалок по технике катания. Вообще, в принципе, у нас на канале целая куча обучалок, прям галактика. Можете поизучать, интересно, неинтересно, разное всякое есть. Если видишь даунхильщика, который после спуска спешит не на подъемник, а смотрит на контрилл в обтягивающих одеждах, это эндуро.